Злодие в окне, пожар на кухне и задымленный лабиринт. Некольких годин тому в Крупках открыли мини-центр по Биаспеце. Он разместился в Третьей городской школе. Там организовались десяток интерактивных заданий и выдуманных надзвычайных ситуаций, которые очень часто можно встретить в жизни. В районе подобный центр первый, а в области 13-й. Большомасштабные такие комплексы работают еще в Борисове, Воложине, Солигорске и Насвеже. Из места подеи сюжет Натальи Кезик. Проверить, как працуют теоретичные правила на практице, теперь могут юные ротовальники школьного клуба «Искра». У мини-центра по Биаспеце, который сегодня открылся в Крупках. Данила Лебедев с квестами и заданиями познаемился. Теперь своими ведами и умениями сможет поделиться с молодшими школьниками. Все настолько реалистично. Сделаны такие условия для ребят, которые, как в реальной ситуации, например, тот же самый Максим у нас лежит. Человек, допустим, потерял сознание, надо все сделать. У центра по Биаспеце некольких покоев. Тут виртуально можно трапить на будауничную плясовку, где лопнула газовая труба, альбо на городскую вулицу, где необходимо затримать злодия. Здравствуйте, я иду по улице Черняковского, мимо дома номер 9. И здесь, на первом этаже, был какой-то человек. Наверное, это вор. Далее, в раскладе беспечной вандровки квест у трехпокаевой кватеры, где с допомогой планшета в режиме дополненной реальности можно сутокнуться с разными бытовыми ситуациями и их наступствами. Не выключены электроприборы и праз, ежа, которая готовится на плите без догляду. При наведении планшета срабатывает дополненная реальность. И мы видим, что открытая дверца печи, она приводит к пожару. Есть у квеста для детей задымленный покой. По умовах тут необходимо эвакуировать людей в даденном выпадке, это не мауляет побегнуть обманывания дровляных конструкций с даху. Сегодня в новом центре проходят первые экскурсии для вучения у третьей школы. За тем, до интерактивных и безопасных квестов удалучатся же хоры не только и крупок, а и с уседних районов. Каждый из нас со своих сторон внесли большой вклад. И я думаю, что вот этот вот центр, он действительно на сегодняшний день для нашего района, для проведения учебы в направлении безопасности жизнедеятельности даст очень большой толчок. Мини-центр у Крупках, 13-й Поликов в области. Больше масштабное, региональное. Працуют сегодня у Воложене, Солигорску и Насвеже. А интерактивный квест по безпецию Борисовским областным центры за первый год работы пройшли больше за 20 тысяч наведовальников. Основная категория, с которой мы в том числе должны работать по предупреждению чрезвычайной ситуации, конечно же, это наше подрастающее поколение, это дети. Вот те формы, которые сегодня реализованы в этом центре безопасности, это и дополнительная реальность, и виртуальная реальность. Это то, что сегодня детям интересно. У планах ротовальников в области до конца этого года организовать подобные комплексы у каждом районе Минской области, как познайомить детей на практице с мягчимыми надзвычайными ситуациями, с разликом на то, что за тем в реальном жизни таких выпадков будет меньше. Наталья Кезик и Андрей Градобою, агентство Талинавин.